Лиза Калина, Никита Некрасова здесь по-прежнему. И этот клип и эта песня в эфире телерадиоканала Страна ФМ говорят вам о том, что у нас в эфире появился человек, который в дополнительных представлениях не нуждается. Это великолепный Лигалайз. Просим любить, жаловать. Привет всем, доброе утро. Доброе утро. Ну как ты? Я очень рад, очень правильную песню выбрали, чтобы меня встретить, мне понравилось. Я вхожу в студию, а здесь играет то, что мне нравится. И мы откроем небольшую тайну, секрет. Сейчас шел клип, мы его смотрели на большом экране здесь в студии. Все дружно вместе, да. И Лигалайз прям свою партию проговаривал снова и снова, а Лиза ему подпевала. Женские партии, конечно же. Ну да, конечно, понятно. Еще один день. Иногда бывает так, что собственные песни нравятся. Вот это одна из тех. А что, так необычно? Это не норма? Чаще всего ненавидишь просто, потому что есть специфика, когда записываешь песню, ты ее слышишь такое количество раз, пока ты ее доводишь до ума, пока проводишь ночи в студии, чтобы ее свести, сделать правильный баланс звуков. Но здесь, видно, я себя не перекормил этой песней, потому что всю грязную, скажем так, работу на себя взяли Филатов и Кэрос, которые делали всю музыку. И ты получил удовольствие. Поэтому она у меня, да, более или менее свежая, вот такая еще не испорченная миллионными прослушиваниями. Но надо сказать, вернее, надо напомнить нашим телеслушателям, радиозрителям, что Лига к нам приходил как раз-таки вот относительно недавно, с премьерой, собственно, этого трека и клипа. Вот. И тогда же мы так чуть-чуть обмолвились и приоткрыли завесу тайны, что грядет еще одна большая премьера. Еще одна большая премьера, большой такой проект. Ну, насчет одна я бы не говорил. Ну, тогда речь шла именно... Ты просто бы сказал, что вот как раз прибыл со съемок. Да, вот-вот-вот. Ты тогда говорил, что я прибыл со съемок, но ничего рассказывать пока не буду. Я так много записываю музыки, классно, и так ее хочется быстрее показать всем. Но так нельзя. Друзья, существует правило, что нужно выпускать свои работы постепенно. Ну, дозировано, конечно. Поэтому я просто из последних сил держался, выдержал, как это называют, паузу вежливости. В два месяца примерно я у вас не был. Ну, где-то, наверное. И сегодня вот пришел уже с новой работой. Еще есть такие правила в шоу-бизнесе, что нельзя так часто выпускать работы, чтобы они как будто бы сбивали предыдущую песню с орбиты. Я очень надеюсь, что вот эта песня, которая только что звучала, никуда не денется из эфиров. Да, конечно, никуда не денется. И будет тоже у вас звучать, потому что та песня, которую я сегодня представляю, она совсем другая. Они не пересекаются. И уже можно рассказывать, да? Ну, в принципе, можно. Это совместная работа. Предыдущая вот эта работа, еще один день, она была тоже совместная, но там мы не слышали другого исполнителя, потому что музыканты сделали продакшн. Ну да. Сделали музыку, электронные музыканты. А ту песню, которую я сегодня представляю, я ее именно на микрофоне исполняю не один, а с совершенно чумовой, я уверен, многим знакомой группой, «Сдопши-сдуп». Да. Это буквально национальный символ Молдовы, молдавской музыки. Это рок-группа, панк-рок-группа, которая в своей музыке использует узнаваемые национальные мотивы. Вот эти балканские трубы, напоминающие нам цыганские... Да. Мотивы такие. Праздненства, фильмы «Кустурица» и так далее. Я всегда был фанатом этой группы. Была такая где-то, видно, мечта где-то... В подсознании. В подсознании где-то глубоко, а, как говорят, осторожнее со своим мечтами, потому что они сбываются. Они сбываются, есть такое свойство, да. Ну, и еще... Со мной это срабатывает. Простишь, перебиваю, у нас «Ночные снайперы» прямо по курсу, но мы обязательно вернемся... И познакомимся поближе с новым проектом. Да, познакомимся поближе с премьерой. Так, «Ночные снайперы», разбуди меня, и пробуждаемся, приходим в себя, и возвращаемся в эфир. У нас в гостях, напоминаю, «Леголайз», который пришел не с пустыми руками, но об этом чуть позже. Сохраним интригу. Доброе утро. Разбудили мы всех. Разбудили мы всех, да. Доброе утро, дорогие друзья. Никита Некрасов, Лиза Калинина в студии. У нас сегодня «Леголайз». Лега, привет еще раз. Доброе утро. Привет всем. Бодрый, красивый, свеженький. Ой, да что же это? Как так по утрам? Да что же это творится? Как так по утрам? Я такой красивый девушка такой слушает. Ну что ты, я растаял. Слушай, ну а что ты делаешь, чтобы так себя чувствовать каждое утро? Или оно не каждое такое бодрое? Не знаю. Занимаюсь спортом, нормально кушаю. А главное... И спорт у тебя регулярно. Вот скажи людям, чтобы последовали примеру. Обожаю вообще. Это очень классная вещь. Спорт. Вообще всем советую. Любой. Любой, да. А у тебя какой? Качалка? Качалка. Вообще я занимался боевыми там всякими. Вот. Но это не обязательно, чтобы бить кого-то, а просто это круто. Ладно. Друзья, возвращаемся к нашему информационному поводу. Подожди. А самое главное... А самое главное это любимым делом заниматься. Вот. И очень правильными людьми... Окружать себя. Окружать себя. И не бояться отсекать, отметать... Говорить нет. Лишнему. Да. Не тратить свою жизнь на то, что... Вот я боюсь. Спасибо за совет. На то, что тебе не нравится. Я, кстати, наблюдаю, слежу за твоим инстаграмом, и очень часто среди большого количества сторис, которые появляются вот в плашечке верхней в инстаграме, и там, посмотрите на меня, я сегодня выступил, а там-то, там-то, и там еще где-то, а я здесь отдыхаю. И раз сторис от Леголайза, а Леголайз со скакалкой. Тренируешься. Леголайз был в прямом эфире. Полчаса. Да, да, да. Это есть у меня такой секрет, это я себя таким образом заставляю, потому что это такая работа на дыхалку, это мне помогает для сцены, помогает для выносливости. По полчаса в день примерно я прыгаю, и это бывает очень скучно. Вот. И мне бывает себя трудно заставить, поэтому я включаю вот этот вот прямой эфир, и здесь-то я уже сбиться не могу, я же должен выглядеть достойно, да, держать осанку и темп, да, чтобы все удивились, нифига себе. Вот, кстати, все удивляются. Красавчик выносливый. Вот, это мне просто вот для самодисциплинирования я это делаю. Ну, кстати говоря... Никого не заставляю это смотреть, но там, конечно, интересные люди бывают, которые... Вольные очень этим, и высказывают там недовольство, все неправильно, и прыжь неправильно, и вообще зачем ты? И, то есть, их оскорбляет, ну, как иногда хочется сказать людям, ну, вот зачем вы такие... Возьми мяч, скакалку. Зачем вы такие негативно настроенные? Ну, не нравится тебе, не смотри, не обязательно вот отметиться как-то. Хотя, не знаю, если они таким образом какую-то свою негативную энергию в этих комментариях оставили и разгрузились, и им стало легче, то, ну, пусть. Ладно, давайте о хорошем, о прекрасном. У нас, мы уже начали говорить о твоем проекте новом. У нас эта работа уже, вообще-то, есть на телевизорах. Да, с понедельника как? Мы не успели об этом сказать. Успели оценить. Ты сначала уже расхвалил молдавскую панк... Панк Трубадуров группу. Да. Вот, но у тебя же еще одна коллега исполняет в таблету композиции. Да, да, это тройной удар, тройная дружба народов. Малоизвестная у нас, но просто номер один звезда в своей стране. Румынская певица. Это национальная гордость практически. В общем, мне сказали, вот чтобы понимать примерно, статус это Пугачева у них. Ничего себе. Лоридана, замечательная дама, женщина. Проникся, покорила твое сердце. Творческая. Потрясающая, конечно. Королевская харизма, а главное, с хорошим чувством юмора и с самой иронией. И так она как-то не пошло и здорово исполнила эту песню. Для нее написали по-русски, она по-русски не говорит. Но как она это исполнила с таким каким-то акцентом, таким очень забавным, смешным, который только колорита добавил нашей песне. Как произошла песня, у них уже была идея. И они с Лориданой эту песню записали, но им не хватало. Не хватало тебя? Они тогда еще не знали. Но ко мне обратились, и меня эта песня цепанула. Я ввязался в эту авантюру. Хотя казалось бы, как совместить такие разные жанры музыки. Мне кажется, рождаются как раз на пересечении такого очень классная вещь. Практически панки с гитарами, фузовыми, рэпер. Мы еще совсем скоро услышим и посмотрим по работе. И национальная певица румынская, казалось бы, как совместить. Но вот ввязались в авантюру. Прервемся сейчас на рекламу. Я хочу сказать, что Легалайс уже выговорился в своем инстаграме относительно Лориданы. И там он был настолько красноречив. Поэтому, друзья, быстрее ломитесь к Легалайзу в инстаграме. И читайте, читайте. Легалайзу МС в инстаграме подключайте. Давайте, скоро вернемся, друзья. Отдавайте с нами. Доброе утро, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. У нас в гостях замечательный Легалайз. Естественно, с премьерой. Потому что Легалайз к нам просто так не приходит. И это фееричная песня. Фееричная. И видео тоже. Балкана-мама, танцевальный такой гимн, совместный такой интернациональный проект, надо сказать. Дружба народовый, тройной удар. Самый известный, наверное, не побоюсь сказать, такой импорт Молдовы, группа «Сдобший сдуб». Да, и «Лори Дана». «Сдобший сдуб» у нас все-таки известный. Да, в России. Да, самая знаменитая песня, наверное, это «Восьмикл...» «Видели ночью». «Видели ночью». Это кинопроба были давнешние. Да, «Восьмиклассница» — это другая песня Виктора Цоя. А вот «Видели ночь» чуть ли не более хитовая, чем у самого Виктора Цоя. В их исполнении она у нас. Пусть это некое богохульство даже сказать, что какая-то песня Виктора Цоя в чьем-то исполнении лучше, чем у него, но она действительно приобрела какой-то вот новый окрас и стала настоящим хитом. Ну, мне кажется, ты скромничаешь. Твоя пачка сигарет тоже очень даже... Ну, рядом не стоял. Нет, я хочу сказать, что есть песни, которые обретают вторую жизнь, может быть, в каком-то ином стиле. Ну, благодаря все-таки великому оригиналу, источнику. И Лорида, она известная румынская певица. Примадонна, мы так поняли, румынской сцены. Это та, чье имя только открывается для нашего зрителя, слушателя. Это вот такое вот народное достояние практически румынской музыки. Спела на русском языке впервые. Очень здорово, по-моему, у нее получилось. Расскажи мне что-нибудь про съемки клипа. Что это было? Я видел у тебя в Инстаграме восторженные комментарии относительно того, как ты ломаешь там стены. У нас эта песня уже какое-то время существовала, и все никак не мог прийти момент. Три исполнителя из трех разных стран, у всех свои графики, у всех свои гастроли, работы и так далее, и больше года мы не могли состыковаться и снять все-таки клип. Все время он переносился куда-то, отодвигался. Я даже, честно говоря, в какой-то момент переключился на другие свои проекты. И здесь ребята мне звонят. Все, мы созрели, готовы режиссеры, есть идея. Давайте снимать в Бухаресте, столица Румынии. Румыния классная страна. Я впервые там побывал. Страна на хорошем подъеме экономики, с очень симпатичными людьми. Мне очень понравилось там. И у них достаточно хорошего уровня поп-музыка, которую они экспортируют по всему миру. Мы можем знать там Дан Балан, Озон, и потом Упс, Эроина. Да-да-да. Он молдаванин, но стартанул через Румынию. У них классный рынок поп-музыки. Соответственно, у них очень вырос за недавнее время уровень клипмейкерства. И, честно говоря, у них это выгоднее. Я вот остался... Я много снимаю клипов, как вы можете заметить, каждые два месяца. Это прекрасно. Примерно я у вас представляю, знаком с этим процессом. И я поразился, насколько профессионально там подходит к клипмейкерству. И это дешевле. Тоже немаловажный момент, чем у нас. Сейчас я, скорее всего, буду продолжать работать с румынскими клипмейкерами. Хотя зре я, наверное, сейчас выдал все приеты. Сейчас все туда поедут. Давай сделаем небольшую паузу на рекламу. И вернемся еще, поговорим о премьере, которая у нас в понедельник состоялась. Но здесь Леголайз, которая... Собственно, ручно запустит этот трек и видео в эфир. Друзья, небольшая пауза. Мы прервемся. Оставайтесь с нами. Скоро продолжим. Ну, хочется сказать, что мы музыку очень активно впускаем в свою жизнь. И делаем это посредством артистов, которые эту музыку, собственно, и сделали. У нас в гостях Леголайз, который пришел с премьерой видео и песни «Балкана мама», которая была сделана совместно с группой «Сдоб шиздуб» и «Лориданой». Да, небольшая ремарка. Мне так нравится. Леголайз всегда оценивает те работы, которые у нас сейчас крутятся. Там песня звучит, клип. И так хорошо всегда отзывается. Вот, там, Лиза, какая талантливая про елку. Потрясающе. Ну, как еще можно про Лизу сказать? Нет, ну, ты про всех вот что-то хорошее говоришь. Мне кажется, у тебя уже какой-то фокус внимания позитивный. На хорошее настроен, да, фильтр? Ну, наверное... Как ты подмечаешь? Наверное, это неплохо. А может, так везет просто. А может, вы неплохая. Телерадиостанция. Ну, ладно, хорошо. Иначе, да, чего же я тут к вам? У вас пороги обивали. Просто звонят, говорят, идет Леголайз, резко перекраивается весь плейлист. Чтобы вам нравится, чтобы хорошо. Так, ну, что ты думаешь? Ну, не все песни в сегодняшнем эфире мне понравились, но Лизонька, конечно, она, ну, потрясающая. И мы дружим, и насколько она талантливая. У Ундервуда как раз мне те песни, которые я слышал раньше, нравились больше, скажем так. Мне было сейчас интересно посмотреть. Ну, дальше не будем развивать. Ладно. Друзья, возвращаемся к работе. Да, к съемкам. Да, к съемкам, к клипам. Для тех, кто только что подключился с классной премьерой международной, у нас вот страна FM, так я нашу страну представляю на совместной песне, где представлены Молдова, Румыния и, в моем лице, Россия. Вот такая вот дружба народов. Действительно, песня про дружбу, для того, чтобы люди дружили, объединялись, чтобы вызвать чувство праздника. Так здорово, что у музыки есть волшебная вот такая вот функция людей объединять, дружить из разных... И вот позавчера только вышел клип, у него уже дикое, как говорят, количество просмотров. И на трех разных языках люди комментируют. Как здорово, что мы дружим через музыку, и это не просто слова. А там как приняли уже? Есть обратная связь? Ну вот пока что еще как-то вот мы в таком вот шоковом состоянии. Мы только-только запустили. У вас вообще раньше всех чуть ли не мировая премьера на стране. Между прочим. Да, в понедельник рано утром мы запустили в интернет этот клип. Он по всему миру пошел. Теперь вы его смотрите на страна IFM. Мы его презентуем? На страна IFM он звучит чуть-чуть по-другому. Специальная версия, которую вы не увидите в интернете, поэтому идите и смотрите на стране IFM. А сколько снимали клип в итоге по времени? Снимали день, ну такой длинный день, съемочный, почти сутки. В принципе, для, опять же, по моему опыту клипмейкерского, достаточно богатого, это было очень здорово, организовано и достаточно быстро снято. Это сложный клип, сложные там локации кинематографические. Это не так просто все организовать, но, как я сказал, очень профессиональная команда. Все профессионалы, те, кто в кадре, сдобший сдуб профессионалы, а Лоридана просто вообще королева кадра, я не знаю. Королева кадра. Вот, ну и я вроде бы тоже не подкачал. Не подкачал. Как-то мы друг друга так вот организовывали, друг перед другом, видно, красовались своим профессионализмом, радовались, угорали, веселились, плясали. Все как-то это вот так вот было по-настоящему весело. Все были вовлечены в процесс, да. А я знаю, что это вот самый лучший, как правило, рецепт для того, чтобы людям тоже это нравилось. Конечно. Вот мне кажется, что передалась такая вот сумасшедшая какая-то атмосфера такого застолья цыганского. Фильмы Кустурицы здесь нельзя не вспомнить. Вот эти вот молдавские национальные напевы, вот это вино из крынок. Не знаю, можно говорить про... Слушай, да. Говорить можно, наливать нельзя. Я хочу сказать, что так и есть. Я была в Молдавии когда в мае. У них так и есть. Они правда так принимают, правда, такой народ. Вот так и есть. Ну и Румыния, они же близко, в принципе, очень схожи по менталитету. Это весело. Да. Балкана мама, это очень даже про них. Они очень близки. Насколько я узнал кое-что про эти страны, они очень близки, практически побратимы. Побратимы. Ну вот еще одного побратима российского. Обрели. Я добавил. Обрели давно, а сейчас мы просто напомнили. Мы напоминаем, что не только какие-то конфликты существуют. Конечно. Существует и вечная, постоянная дружба. И об этом нужно говорить, нужно подпитывать правильную энергетику. Нет, но еще знаешь, как классно, что вы не только в рабочем моменте, а по-человечески тоже так сошлись очень. Они потрясающие. Классно друг друга приняли. Зобшись с Дубом. Очень классные музыканты, профессиональные. Я приглашаю всех на презентацию их нового альбома. В Москве он пройдет 11 марта. Я буду с ними выступать. В Арбат-Холле. 11 марта презентация нового альбома с Добши с Дуба. Я буду им помогать вместе с ними выступать в московском Арбат-Холле. 10 марта, по-моему, в Петербурге у них презентация этого альбома. В Петербурге даже раньше? Всех очень приглашаю. Я сегодня вот... Мы не можем из-за отдаленности территориальной, не можем все здесь присутствовать. Поэтому я такой их амбассадор, такой представитель еще и этих замечательных артистов, с которыми я записал эту песню. И вот меня ребята просили пригласить. Я от их лица приглашаю. Ну что, мы готовы слушать и смотреть. Я напоминаю, Сдуб Шиздуб. Ларидана, Лига Лайс, Балкана Мама. Супер. Качевая премьера. В эфире телерадиоканала Страна ФМ. Смотрим и слушаем. Сейчас поехали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь Лига Лайс из Доб Шиздуб и Ларидана. По звук балканских труб встаем с дивана. В своем границе между странами стираем. С моим фристайлом между нами размываем грани. Футбола фаны, готы, блогеры, беганы. На танцевальный ход выводим караваны. Клуб же зароем биты, ссоры и наганы. И своим домам не устанем наполнять бокалы. Под бойцем бал, зажжем ночной ландшафт. Качнем девятый вал, на братке брудершафт. Раскрасим эту ночь лихими песнями. Мы здесь не уважаем лишь агрессоров. Как вулканы, гудят Балканы. Трубы, гуды и барабаны. Напевая, танцевала, добрая Балкана, мама. Закружила, укачала, пусть печаль мою прогнала. Поют небо и земля, плашут звезды и луна. В танце этом ты и я. И Балка, Балкана, мама. В танце этом ты и я. Ну, класс! Это просто фантастика, друзья. Особенно для утреннего эфира, да? Мне кажется, очень зажигательно. Да вообще для любого эфира. Для любого эфира, для любого времени суток. Мне кажется, это даже лучше, чем кофе. Потому что ты включаешь, и ты тут же начинаешь танцевать. Это во! Это просто хай-класс. Я рад. Уже пару раз с момента премьеры я слышал о том, что она с утра людей включает. Да. Пободрить, да? Заставляет проснуться. И здорово. Я рад. Мне хочется, знаешь, есть песни, которые ты играешь, и они могут продолжаться сколь угодно долго. Это те песни, которые на фейдауте надо постепенно уводить. Вот мне хочется, чтобы эта песня, она прямо не кончалась. Чтобы она звучала, 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 звучала. Я так хочу, чтобы песни не кончалась. А я был бы не прочь. Пусть она... Главное, чтобы нравилась, конечно, радиозрителям и телеслушателям. Во, молодец, молодец. Правильно, вот прямо для нас. Ты рассказал нам про грядущий альбом «Сдопшу-сдоп». Расскажи, что у тебя в планах? У меня все хорошо. Это понятно. Это понятно. С такими-то премьерами не может быть плохо. Как я вам сказал, я тренируюсь не выплескивать все сразу, всю музыку не вываливать на зрителя-слушателя. Готовлю много премьер, и чем ближе к весне, тем будет больше новой музыки от меня. Классная у меня какое-то очередное новое дыхание. Слушай, а вот давай секрет открою. Почему у тебя так прет сейчас тебя? Вот так, да, тебя приходил-то к нам? Я сделал очень большой перерыв. Соспучиться успел. Почти, да. Отдохнуть. Почти десятилетний у меня был промежуток между сольными альбомами. Вот, поэтому сохранил энергию. В отличие от многих артистов, которые быстро загораются и пропадают, я такой, который марафон бежит на спокойном. Вот немножко отдохнул, накопил энергии, пережил какие-то свои там житейские какие-то штуки, все переосмыслил и снова вперед. Новая волна такая. Снова вперед. Круто. Да. С новым дыханием я выпустил, сейчас буду повторяться немножко. Ничего страшного. Повторение, мать учения. Зимой 17-го года я выпустил альбом «Живой». Многие клипы вы показывали. И сейчас у меня готов уже следующее. Мне нужно наверстывать вот этот большой перерыв, который у меня был. Мне очень все нравится, и музыка все лучше и лучше получается. Я тут надолго и себя не ограничиваю никакими возрастными рамками, чтобы уйти на пенсию в какой-то момент. Нет, для меня вот Мик Джаггер один из кумиров, который такой красавчик. Ну да. Скажи. Или Джей Зи, или Минем. Слушай, Джей Зи вообще в форме. С такой-то женой. Джей Зи выпустил лучший свой альбом в 48 лет, поэтому у меня еще есть время, чтобы созреть до нормального материала. На грядущем твоем лонг-плее, скажи, будут еще какие-нибудь дуэтные работы? Либо уже когда трио получилось, уже надо больше, чтобы участвовало людей. Да, квартет дальше. Буду ли раскрывать секрет я, или может, или сдержаться, или открыть. Да раскрываю, раскрываю. Один, один маленький. На альбоме «Живой», на вот том альбоме, который я выпустил прошлой зимой, замечательный альбом, который вы должны послушать, там было очень много приглашенных звезд. Это был абсолютно сольный альбом, но в припевы я приглашал только самых лучших, чтобы они добавляли себя немножко. И здесь мне в какой-то момент показалось, что, может быть, я даже переборщил вот с количеством имен, потому что многим людям начало казаться, что это какой-то сборник, а не альбом одного артиста. И я решил пойти от обратного, и новый альбом, который у меня сейчас записан, там нет ни одного фичеринга. Не одного, просто легалайсы и всё. У меня будут, конечно же, совместные работы. Вы знаете, что я не могу удержаться. Я люблю экспериментировать, необычные искать соединения, химические практически. Но в своём альбоме я буду, вот, это моя чистая территория, там я буду хулиганить, говорить, что хочу. Это прекрасно. Не стараться подстраиваться под форматы. Это вот мой... Мир. Мой дом, мой мир. Когда ждать? Кто хочет, заходите. Кто хочет, заходите, мой мир. Заходите, мой дом, мои двери открыты. Вовремя. Придёт момент, да. Слушай. Скоро, скоро. Я обещаю, что будет много классной музыки, интересной, и она всё время лучше, чем предыдущая. Для меня это важно. Столько мудрости сейчас тебе ты нам высказал в один момент. Я думаю, что напоследок надо тем людям, которые, может быть, начинают, у которых разные периоды в жизни. Вот какое ты напутствие дашь, кто заблудился, может быть? Молодежь же. Ну, не только. Не только молодёжь. Ну, вообще, вот твоей аудитории, нашей аудитории. Давай. Найти то, что приносит вам радость, и в этом найти себя. Всё. Скакать на скакалке. В прямом эфире. Со скакалкой, вернее. На ней это никак не правильно выразиться. Это уже по желанию. Но спорт — это часть моей жизни. Действительно, я в спорте себя нашёл. Вот. И, ну, разносторонности тоже всё-таки нужно добавить в свою жизнь. Разностороннее развитие. И уметь брать паузу. Старайтесь становиться лучшей версией себя. Каждый день самосовершенствоваться. Ну, вот раз у нас в эфире... Открывать что-то новое для себя всё время. Небольшие тайны Леголайз раскрыл. Я ещё попробую, может быть. Мелодию души своей. Предыдущий раз ты к нам приходил, ну, примерно два месяца назад. Когда в следующий раз ждать? Ну, можно догадаться по динамике моих появлений. Тот, кто следит за эфирами, может делать ставки. У нас сейчас прозвучит ещё одна твоя композиция совместно с Тиной Кузнецовой. Мелодия души. Очень хорошее логическое завершение. Леголайз был у нас в гостях. Спасибо тебе огромное. Никита Крайцев, Лиза Калинина. Друзья, до завтра. Леголайз МС в инстаграме. Йо-йо.